Праздник в Санкт-Петербургской епархии. Самсоневский собор официально передан Русской Православной Церкви. Наши корреспонденты побывали на церемонии торжественной передачи ключей от храма. Самсоневский собор, православный храм, один из немногих сохранившихся в Петербурге памятников архитектуры и искусства первой половины XVIII века. Освящен в честь святого Самсона-страноприимца, в день памяти которого, 10 июля, Петр I одержал победу над шведами в Полтавской битве. Сегодня собор является одной из жемчужин Петербурга. Интерьер его по-настоящему уникален, ведь здесь уцелел потрясающей красоты главный иконостас, шедевр русской резьбы 30-х годов XVIII века. Ранее Самсоневский собор вместе со Смольным собором Исаакиевским и Спасом на Крови входил в состав Государственного музея памятника Исаакиевский собор. Кроме Самсоневского, церкви передан Смольный и Исаакиевский соборы. Церемония передачи началась с божественной литургией, которую восклавил благочинный Выборгского района протерей Александр Будников. Цвета Ответового Несенца Петербурга После Литургии и Молебна Отец Александр отметил, что после полной передачи храма Самсона-странноприимца, вся ответственность за приходскую жизнь ляжет на плечи настоятеля и его собратьев. Хотя начало приходской жизни было положено давно, но теперь открываются все возможности для созидания полноценной общины верующих. В сегодняшний воскресный день для этого храма, для этого прихода, особый день, можно сказать, официальная, полновесная или полная передача храма общине верующей, приходу храма Самсона Страноприимца, и вся ответственность за всю приходскую жизнь, естественно, теперь ложится и на отца-настоятеля, и на его собратьев. Затем директор Государственного музея Памятника Исаакиевский собор Николай Буров вручил ключи от храма Архимандриту Серафиму Шкредиум. То, что сейчас я держу в руках вот такую коробочку красную, это очень символично. Здесь нет фальшивого ключа. Здесь нет ключа, который сделан как сувенир для того, чтобы ничего не открывать. Здесь только настоящие ключи, и даже с приделанными бирочками, чтобы не перепутать, от каких дверей. Главный ключ, старинный, это алтарный ключ. Есть еще ключ входной от храма и ключ входной от юбилейного домика. Именно в юбилейном домике будут располагаться воскресная школа, библиотека, молодежный клуб, социальное служение, трапезная. Сегодня открывается еще одна страница этого замечательного древнейшего храма в честь преподобного Самсона Страноприимца. Храм передан русской православной церкви. Музейные смотрители будут приходить два раза в неделю. В соборе установлены датчики, которые измеряют температурно-влажностный режим, и прихожане знают, как его поддерживать. И это хороший пример сотрудничества церкви и музейного сообщества.